отразить парировать а ботаник чисто накостылять надо фигасе он с режим тренировки так блин я уже профессиональный ниндзя что ты мне тут рассказ спокойно сейчас мне ботаник накостыляет ну а нормально пошло пошло дело поехали поехали чпоинк всем привет дорогие друзья с вами ваш дакстер и добро пожаловать в игрушку которая называется сифу новенькая игрушечка про различные древние китайские восточные единоборства а именно про ушу и сказать по правде я был очень сильно рад когда узнал что блин игрушка которая выходит 2022 году на моем компе идет в 60 фпс фулл хд на ультра настройках это блин ли не кайф поэтому пока что ваши любимые ютуберы проходят там дайлайн 2 а мы с вами поиграем вот в эту игрушку которая кстати тоже очень крутая и неплохая а на самом-то деле собственно я был удивлен что очень большое количество видео про нее сейчас есть на ютубе какой-то игрок я уже прошел быстренько спидраном за какие-то 40 минут я на самом деле тоже офигел потому что в эпиксторе она стоит что-то порядка 900 рублей и я такой типа нифига себе чувак красава и к сожалению возможно вы уже слышите по моему голосу я приболел у меня кашель насморк сопли все такое короче классика так скажем а вот но тем не менее игрушка вышла для вас записать хочется тем более что блин за какое вообще время мы с тобой сможем наконец-таки насладиться реально каким-то 500 кей а фулл хд плейнгом нового продукта поэтому плюс у меня будет джойстик играть в дрочилку на джойстике это просто прекрасно на самом деле не дрочилка а есть у данной игры прекрасное научное название которое вообще слышу впервые а именно beat m-up ставь лайк если впервые слышишь такой жанр но да эта игрушка в жанре beat m-up я даже выписал специально себя на телефон а вот поэтому подрубаем джойстик начну уверенности да у нас здесь ничего не написано типа сифу поверь мне на слово это именно эта игра здесь мы видим какую-то опять же то ли гараж то ли пагоду и нажимаем новая игра чтобы сыграть а текущее сохранение 8 лет назад это я уже пробовал короче играл просто проверил реально ли 60 fps и черт возьми да реально на ультрах 60 fps охренеть понятное дело что и требования не особо-то завышенные но все равно поэтому ставим сохранение на новую пустую ячейку и запускаем все это прекраснейшее дело в надежде просто насладиться шедевральной игрой реально я посмотрел трейлер и вот реально годная игра начать так я так понимаю нажимаю на эй на джойстике и мы с тобой сразу же восемь лет назад а сразу же начинаем играть за нашего главного героя вон какой-то ниндзя по крыше побежал здорово хорошо здравствуйте собственно мы спасибо а можно я на тебя посмотрю здрасте молодой горячий ниндзя собственно он и будет в этой игре всех просто всем ломать лица кости и все что связано с боем поэтому нажимаем на а и погнали тяжелый удар игрек хорошо то есть нам открывать получается никто не хочет нажимаем на игрек а ух ни хрена что за здорово а вот и я так отразить лб отразить лб нифига экшен хоп-хоп неплохо давай отразить все парируем парируем парирование о и крик б и крик б нажимаем и крик б нажал а начали парировать а потом и крик б ух ни хрена фаталити что это было здорово что происходит кто ты такой на самом-то деле озвучка у таких персонажей должна быть знаешь по типу чпо но как мы понимаем здесь у нас все на английском и хорошо что есть перевод на русском блин ну короче здесь просто мясо посмотри как я уничтожаю этих челиков я вообще красава я я профессиональный боец кунг-фу просто ток в путь делаем так о красиво нормально и там пока полежи почили нормально я сейчас этими чуваками разберусь ой хорошо опять ну-ну-ну-ну красиво блин накострелял только в путь вот так хоп и тебя тоже до свидания полежи отдохни красиво просто великолепно накостреляли бы этим чувакам в принципе можно идти дальше 60 фпс ультра настройки нет если не веришь смотри вот так берешь а настройки так подожди как ух ни хрена себе тут как мортал комбате есть всякие комбухи серьезно комбы есть офигеть а так удары понятно можно настройки зайду нашим тебе профан профануть так скажем изображение ультра просто ультра великолепно шедеврально обязательно поставь лайк за такой подгончик но мы идем дальше так на обучается открываем хорошо здрасте и даже на дожди не лагает и посмотри какая красота так хорошо а игрушка как ты уже понял по графике такая слегка мультяшная но и мне если честно такая графика нравится это типа лайк здорово ты типа финальный босс а ты говорил что они будут сопротивляться я даже почти не вспотел не будь высокомерным за честь здесь все можно выбирать а не будь высокомерным не будь таким высокомерным и что так это наш друган получается ни хрена себе там сабля есть или это палка такая а это палка нифига блин прикольно короче на прививку пойдешь так надеюсь там будет какая-нибудь типичная заставочка но если что с другом можно вот так вот сфоткаться короче пока мы фоткаемся я тебе расскажу одно прикольное замечание которое я обнаружил игрушка называется си фу и ну сам понимаешь что нейминг в играх это штука достаточно важная и типа назвать игру просто рандомным словом скорее всего не стали бы в связи с чем у меня есть предположение что сифу и шифу из кунг-фу панды вот это вот прекрасная китайская мелкая панда которая была нашим учителем это как раз таки и есть адаптация этого слова то есть у нас шифу зовут так потому что на китайском или на каком-то языке это типа учитель мастер как раз таки так как и называет его панда в мультике поэтому как бы да здорово все нормально и фигасе здоровяк лежит жопу чешет так братан я наверх вот поэтому да это игрушка которая так по сути и называется учитель мастер и все в таком роде но ты понимаешь что это как бы единоборство все такое так бег бег на рт хорошо где рт блин с жестиком вот в такой в такие игры подобные играть просто одно удовольствие так окей нажимаем на а нас какие-то жесткие двери но ничего справляемся еще не справляемся и знаешь вот опять же возвращаясь кунг-фу панте такое ощущение что у нас сейчас будет бой с тайлунгом из первой части то есть вайп такая погодка максимально жесткая а это еще кто ох нихрена себе это за . убери хватайте его сейчас же так rb а так он все-таки меня кинул я не понял о yb yb это добивание имбовое просто сейчас ему череп сломали и нормально блин красиво yb какой же кайф блин мне очень нравится так идем дальше я как бы чё с этими пацанами церемониться конечно вопрос в том что мы вопрос в том что мы только что вломились в их дом но это какие-то гопники маньяки а кстати совсем забыл сказать возможно нам сейчас об этом здесь скажут но если вдруг не скажут это просто написано в самой игре в описании что типа мы играем за героя который пришел мстить за убийство своей семьи то есть вот этот вот челик такой прекрасный значит боец его семью убили яй как ты посмел снова явиться сюда пацаны а вам как бы вы понимаете вообще с кем вы связали охренеть блин господи как же красиво понимаешь вот есть игры которые реально созданы для драк понятное дело что там тот же mortal komba да и так далее блин к так спокойно мне что-то по лицу сейчас пока нам давали а вот они прям созданы для драк и ты играешь для того чтобы всякие приемчики оттачивать комбухи мутить туда-сюда раз два три погнал йоу 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 нормально так еще вот этому с разворотика хоп и тебе просто завершающую такую да отстань во нормально чисто в щечло ударили возможно тут скоро появятся какие-то очень жесткие ульты мы будем прокачивать наших героев блин но пока что реально мне очень нравится типа мне опять же таки спасибо сайзу за то что скинул мне инфу о том что эта игрушка вышла он такой тип чувак давай-ка запиши и все будет хорошо так здорово ты у нас какой-то чел с ножом да и судя по тому что здесь валяются челики ты уже с ними как бы поквитался так а ты хочешь со мной тоже повалиться или это нормально я могу с ним говорить так давай поговорим где он а то есть ну да скорее всего здесь какие-то банды вот первая банда это челики которые в черном один был с палкой другой с клинком и мы как бы тоже в черном соответственно мы прям реально такие ниндзи шоулинские монахи можно сказать а есть челики которые вот с кем-то оранжевыми беспонтовыми поясами ну блин это шпалевна ты сам понимаешь так где он кто он я посмотрю что у нас здесь здесь у нас веранда можно почилить отдохнуть свежим воздухом подышать ну конечно дома вот эти вот впереди сразу видно что картонка но ничего это же как бы не наша локация вот и у нас идет сохранялочка хорошо нажимаем на а и заходим вот и первая наконец-таки кат-сцена здорово ух ни хрена остановись ни хрена себе я конечно же или конечно же ты стал медлительным ты стал медвительным сифу ой и он пришел своими другами но это типа дед он такой уже знаешь в возрасте поэтому ты знаешь зачем я здесь не так ли просто уходи и он просто ушел это было ошибкой нет этот голос ему не подходит он лютый боец понимаешь он прям лютый он не может мне не стоило учить тебя теперь ты знаешь слишком многое какой-то такой голос уже знаешь для него ох нифига себе вас тут подсоединилось нормально девчонки подошли благодаря твоему возвращению сегодня я получил второй шанс ох ни хрена сейчас дун-тун-тун-тун-тун-тун на этот раз я сделаю то что должен ну сейчас я тебе тоже на костыляю давай не выпендривайся вот это вот своими вот эти понты да ух нифига тихо спокойно я тут должен парировать немножко все таки как бы босс это не просто обычный бот поэтому я должен реально паре уже хорошо было так спокойно блок блок выбрать точку какую точку в голову ух ни хрена себе что могу делать ты видел вот это я профессионал вот это я профессионал так здорово давай сюда подходи слова ничего не стоят ты видел как я его сейчас показал а все у него хп очень мало чувак все все добиваем красиво а составочка ни хрена себе ты меня выкинул в смысле у тебя там хп вообще не было как ты так сделал то а сейчас типа я проиграл да конечно давай по звезди метод и тут как бы бой на дожде а под дождем нормально ой превьюшка хорошая блин офигенно мне нравится 60 fps в ультра настройки а еще продолжение когда я смотрю в твои глаза я вижу лишь напуганное и озлобленное дитя но это наш учитель понятно потом он вступил на какую другую сторону и начались разборки так я хочу попробовать еще раз чувак он сзади спокойно я хочу попробовать еще раз нажать куда то а вот смотри тихо тихо короче нажимаем на лт вот и выбираем голову а чё он не бьет а чё то он не может ударить а возможно у меня типа а нет подожди могу у меня же лт вот видишь слева внизу пишут ух ни хрена сейчас вертуха тихо сейчас он реально мне накостыляет и звездец так дед спокойно угомонись ой хорошо смотри а нужно прям вот так вот на эти точечки красиво блин ни хрена имба просто взял зарядил это очень жесткий прием потому что он его типа сразу станет можно сказать и он ну теряется пространство спокойно ух ни хрена красиво так еще раз давай вот так сделаем ага а нельзя нужна шкала концентрации понял 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 концентрации не хватает отстань отстань да в смысле ударь ты его уже господи вот вот так нормально пошел пошел поехал нет фоторежим нет фоторежим сейчас не нужен спасибо да он меня щас реально убьет так спокойно спокойно дед угомонись как блок блоку так ага твою же да что ты такой жесткий то так как это первый босс скорее всего я все хочу красиво с ним разделаться а он не дает блин он реально слышь ты там 500 поясов получил когда на улицу вышел и чё ты здание вообще юзлис был сейчас выпендривается главное во нормально на на блин ой ой это солнечное сплетение это прям удар он такой щас да я тебе так и говорю флешбеке он типа мелкий да или это какой-то пацан а он с ним тренировался а он только что убил его учителя серьезно а чё за мясо ну там не факт что я его прям убил потому что мы видели когда кровь у чуваков из башки сочилась а здесь просто так солнечное сплетение зарядил полежит отдохнет он станет покажись да выберите персонажа мальчика или девочка ни хрена себе блин это очень необычно ты понял то есть он говорит фразу show yourself и сразу бац черные экраны тебе дают выбор я такое вообще нигде еще не видел то есть обычно там на фоне там не знаю игрушка замедляется фон размывается все такое а здесь прям реально мальчик девочка вот стилистика очень клевая давай мальчика выберем просто потому что типа ну блин это игра про кунг-фу ну конечно я ничего не говорю возможно есть девушки которые там просто раскатывают мужиков только так но все-таки блин мне кажется пацаном будет как-то поувереннее играть окей а так вот кто наш главный герой или чё я чуть запутался выбери героя выбери кто вылезет вылезет у тебя из-под шкафа нормально блин столько превьюшек обожаю игра классная мне нравится так будем записывать по полчасика вот я надеюсь что здоровье как бы не ухудшится все будет хорошо вот а еще короче те серии которые выходят и где там максимально бодрый с адекватным голосом я их записывал просто заранее поэтому не удивляйся вот ох ни хрена себе он хочет а все он уже ничего не хочет он просто сделал то что хотел понятно взял убил чувака зачем-то непонятно чё он тебе плохого сделал и зачем нужно было выбирать типа мальчика или девочка а ну нет все да все таки мы за пацана будем играть ни хрена себе кровяка так после такого не выживают он тебе мачете только что прирезал ой там какой-то огонек смотри это сила иньяни или чё о монеты китайские монеты прикол я думал мы сразу за ниндзя этого крутого будем играть slow clap presents компания slow clap представляет отец а это его отец ёпта а так вот пришли короче какие-то ниндзя валились убили его отца теперь он будет всем этим мстить и черным придурком охренеть то есть ты понял мы играли изначально за разбойников звездец все сейчас он короче ни хрена себе переходик нет ладно это игрушка стоит 900 рублей ботаник что за ботаник отразить парировать а ботаник честно костылять надо фигасон с режим тренировки так блин я уже профессиональный ниндзя что там нет рассказ спокойно сейчас мне ботаник накостыляет ну а нормально пошло пошло дело поехали поехали так ой сейчас хорошо смотри пачки и в голову ой нормально так опять фото режим я нажимаю на нижние и верхние стрелочки думаю что мне как в mortal kombatis работает отразить парировать удар а бред обучалка тут нажды просто короче нажимать да все отразил только что парировал смысле что не так а лб так вот так вот я только что это делаю в смысле отразить парировать перед получением а нужно прям последний момент чтобы нажать хорошо давай ботаник а а очень нравится вот эти ваши обучения я их шатал что ты еще хочет мне я не понимаю короче нужно подождать пока он замахивается до типа а дайте не туда нажал секунду еще разок ща бас такой гейм овер вообще поздно рано было да я же лб нажимаю или чё да в смысле отразить парировать лб мне нужно вот этот оранжевую хрень накопить или чё она как-то не копится сейчас конечно наверно копится или нет нет она не копится я не понимаю в смысле игра сломалась или что почему перед получением удара нажмите лб вот получение удара я нажал отразил что не так вот сейчас я не отразил это понятно так а может не зажимать и просто нажать да бляха нужно было нажать серьезно убить цель фахар ботаник фахар ботаник все эти звезда те звезда эти профессиональные отражать ударов так просто берешь хоп 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 на костылял чисто по печени зарядил с ноги и погнал айф просто фаталити в конце блин фаталити охрененно выглядит кевин роджер бенджамин колюзи и полпа нормально пацаны красава постарались делали игрушку вроде неплохо ой вот это уже с палкой это уже боец конечно поднялся уклонит высоких атак блин серьезно тут сейчас всему научат и как бы до этого неплохо справлялся аааа спокойно я еще не читал уклонит высоких вот так держивайте лб и лево ааа типа вот так нет не так или так подожди влево в смысле вниз левый стик вниз а можешь стать встань дебилл ну да ну да да встань а я просто сижу и мне нормально а понял ага все уклонилось хорошо убить цель шон боец блин убивать как бы бойцов намного проще чем вот эти все приемчики но без них сам понимаешь тоже никуда ой что сделал лб 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 ага ля красиво мне нравится и причем знаешь вот эти вот yb они на джойстике рядом находятся типа вот здесь вот и тебе просто вот так вот большим пальцем прожимаешь и он такой но но и всех раскидывает ой это какая-то бобёха художница нифига себе блин творческая натура давай сразу ей накостреляем и не будем париться удар ладонью лево вверх икс ни хрена себе mortal kombat реально смотри сейчас ей леща дадим раз два так ага неплохо то есть это такой приемчик отталкивания да чтобы она отлетела и офигела вообще от того что происходит в принципе можно запомнить но блин я тебе зуб даю скорее всего мы это не будем использовать в бою процентов так на 99 в основном я просто буду спамить ну потому что блин камон это такой жанр в этих играх не нужно думать типа как ты там что приемы делаешь здесь просто нужно фигачить ну здесь конечно и смотри хп сносит вот этот прием который у нас только что научили вообще ни о чем то есть там на какую-то звездюшку маленькую но yb это реально очень жесткое добивание потому что сейчас осталось буквально половина хп блин прикольно то есть он сражается нас и обучают еще и титры показывают вообще зашибись это не титры это утро ой интро так ну это вообще гендир какой-то да генеральный директор сейчас она вот это своей куаной или как она называется просто ух ни хрена потечка потечь к себе оп а так атака по лежачему не успел на б да хорошо вниз вверх ага ты не поддавайся слышь под б в смысле я на б нажимал уже а удерживать надо ага 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 и б нивен так и убить так ты вообще будешь сражаться там что то пулять меня у нее еще руки нет ни хрена себе nix а это больно это больно это это очень у всё у нас кто тот так все успокойся пожалуйста я ж пошутил так я щас тоже смотри на ЛТ так unclear так пчут в получается включать ой и грек fluid и грек бы реально имба Я не понимаю, как это пока что работает, но, походу, есть либо ПХП, либо просто какой-то момент в драке, когда мы просто применяем этот приём, и он просто заканчивает, что называется. Джордан Лояль. Неплохо. Это столько всяких разных бойцов. Янь, Инь, Финнинь. Это вообще просто убить надо. То есть нас уже всему научили, я понял. Так, ЛТ смотри. И вот так. Красиво. Всё, ещё скоро ИГВ появится, смотри. Вот, да, примерно сейчас. Угу, здравствуйте. Сифу. Вот это, кстати, Янь, это как раз-таки, походу, тот разбойник, за которым мы в самом начале играли. Вот, по сути, так эта хрень пишется, но наши локализаторы, скорее всего, в кунг-фу-панде имели в виду именно это слово, когда называли китайскую панду Шифу. Ну, созвучно очень. Сифу, Шифу, понимаешь? Наши дни. Угу. Ну, как бы сразу видно, да? Россия, 2022 год. Типа, окей. Так, это наш офис, да? Ни хрена себе. Так, что это такое? Можно взять какую-то фотку. Фахар Ботаник. Перерезал мне глотку в ту самую ночь. Он первый в моём списке. В банде чистится ботаником, никогда не покидает склад. В смысле, перерезал мне глотку? А-а-а-а, всё, я понял, да. Только он тебе, скорее всего, не глотку перерезал, а что-то другое, потому что если бы это была глотка, ты бы не вышел и сейчас бы как бы с нами не разговаривал. Ни хрена себе прикольный интерфейс. Какие-то журнальчики можно почитать. Цинь-фень гендир. А-а-а, это вот, кстати, бобёг, который дерётся с этой... Как это? Ну, штука, которая, короче, сюда-сюда ходит. Цинь-фень вместе с моим отцом были известными и уважаемыми людьми среди городской группы мастеров кунг-фу. Благодаря обострённому чувству справедливости она всегда первой вставала на защиту обездоленных и беззащитных людей. Не знаю, почему она решила пойти против них, но она заплатит за это. Теперь она стала главой крупной... Ну, гендир, конечно, глава. Крупной и чрезвычайно могучной корпорации. Она всё ещё помогает страждующим за счёт своих новых средств, но её внезапное обогащение выгодит очень подозрительным. Так, а чё, серьёзно, нужно всё прочитать? Охренеть, давай это прочитаем. Бывшая промышленная зона. Когда не стало работы, не стало и жильцов. Территорию захватили банды, и теперь она объявлена запретной зоной. Но, возможно, вот в этих трущобах мы как раз-таки и дрались до этого. Так, что это такое? Пристанище для смертельно больных. Ага, здесь они могут воспользоваться широким перечнем методик традиционной медицины, чтобы унять свою боль. За прошедшие годы это место получило неоднозначную репутацию благодаря так называемым чудесным исцелениям. Ну, вот, знаешь, типа, понятное дело, что в Китае традиционная медицина, она очень хорошо распространена. И как бы кто что не говорил, когда ты реально видишь какие-то репортажи из целых деревень, где средний уровень жизни, типа, 95 лет. Что-то, да как бы об этом свидетельствует. Что есть нечто такое, чего как бы нет в той же России, Украине, там, Казахстане и так далее. Что есть в Китае, не знаю, климат, воздух, пища, культура, их образ жизни и так далее. Там реально бабули просто выходят, чтоб ты понимал, как бы по вечерам, точнее по утрам и занимаются зарядкой. Типа, дедушке там лет под 90, он стоит, короче, фигачит какую-нибудь грушу. Вот. И понятное дело, из-за этого увеличивается возраст. Но я думаю, что всё-таки вот эта китайская народная медицина, это тоже очень жёсткая штука, и она также напрямую влияет на уровень жизни. Так, окей, это вот как раз-таки та самая банда, Янь, лидер. Обучался, воспитывался моим отцом и Сифу. Мы были близки. Он многому научил меня за те годы. Так, подожди, я думал, что твой отец, это и есть Сифу. Исчез со своей женой и дочью ещё в моём детстве, а затем вернулся несколько лет спустя и хладнокровно убил моего отца. Он не мог просто так вернуться, и его... А, кстати, вон мы там это, в руках у него, наверное, чилим. Он не мог просто так вернуться и, типа, грохнуть своего учителя. Наверное, возможно, его там как-то завербовали, да, мы об этом с тобой ещё узнаем в ходе прохождения этой игрушки. Но, возможно, была реально какая-то причина, о которой ты не знал, твой отец тебе не говорил. Возможно, твой отец сам какой-то мафиози. Поэтому будем разбираться. Сейчас он живёт в здании, что парит над городом. Чё? И руководит центром традиционной медицины, где, по-видимому, не соприкасается с внешним миром. Неплохо. Так, чё у нас остаётся? Это мы прочитали? Блин, звездец на самом-то деле постеров. Звездец на самом-то деле постеров. Вот это, кстати, модный, давай прочитать. Мне доводилось видеть Шона. Шона-то барашек такой. А, боец, окей. Несколько раз в детстве наши родители были мастерами кунг-фу. Не могу поверить, что он также замешан в их смерти. А Шон вообще какой-то в маске ходит, в этом платке каком-то. Загадочный Шон, короче, какой-то. Он участвует в мероприятии под названием Сожжение, которое будет проходить в клубе. Нужно прийти туда пораньше, пока там не слишком много народу. Охренеть, это задание или что? Схема, смотри. Схема. И здесь в конце будут какие-то предметы. То есть это получается, да, всё наше прохождение. Экспи, монетки, медальон. После каждой вещи вашей смерти медальон увеличивает свой счётчик смертей. А, да. То есть я бесконечно могу жить. Затем при воскрешении вы постареете на соответствующее количество лет. Так, секунду. После каждой вашей смерти медальон увеличивает свой счётчик смертей. Я ещё ни разу не умирал. А-а-а! А-а-а! Так сразу так сказали. Короче, всё. Дошло. Ребёнка убили. Но у него был волшебный амулет, который как раз-таки светился, и мы с тобой его видели. И он его спас. Следовательно, пока что на счету, если не брать вот это интро и что происходило в момент его становления, у него на счёт, как бы на счету одна смерть от вот этого хрена, который перерезал горло. Реально перерезал, но мы просто выжили с помощью этого медальона. То бишь, вы постареете на соответствующее количество лет. Мы постарели на один год. Но это как бы не проблема. По мере увеличения возраста медальон постепенно теряет свою силу, и монеты в итоге ломаются. Вот это проблема. Когда монет не останется, вы больше не сможете воскреснуть. Следующая смерть приведёт к окончанию игры. Вот это большая проблема. Так, это что? Это уже подсказки какие-то? Вы получаете очки опыта за победу над врагами. Очки опыта позволяют покупать навыки в текущем прохождении. После покупки навыка вы можете укрепить его, открыв навсегда для всех прохождений. Ну понятно, как можно вкачивать скиллы. Это понятно. Неблокируемые атаки. Некоторые атаки невозможно блокировать. Как так? Я же профессионал. Их нужно отражать, парировать или попытаться от них уклониться. А, ну это не проблема. Такие атаки обозначаются свечением конечности противника. Некоторые атаки невозможно блокировать или отразить. От них можно только уклониться. Такие атаки обозначаются свечением конечности противника и красным кругом. Понятно. Звездец читать всего. Это симулятор чтения? Можно уже подраться. За некоторые атаки противника можно покорять, покарать. Противника можно покарать, выполнив правильную защиту. Отражение или уклонение. Это мы, кстати, проходили в школе. Вот это единоборств, конечно. Отражение, атака будет парировано. Противник останется открытым для контратаки или броска. Уклонение атака окажется замедленной Любой удар по противнику, совершенный в это время, оглушит его Оглушенные противники не могут защищаться, что делает их открытыми для удара или броска Оглушив противника несколько раз подряд, можно ввести его в состояние ошеломления При этом он не сможет защищаться Да, вот это, кстати, имба, мы с тобой это проходили Точнее, даже видели на практике Игра окончена, сдаться Выбрав вариант, игра окончена или сдаться Вы можете начать игру с любого из открытых уровней на выбор А, тут будет несколько уровней, окей В качестве возраста вашего персонажа будет взят минимальный возраст на момент открытия данного уровня Минимальный возраст То есть мы еще будем стареть в процессе прохождения уровней, серьезно Навыки и улучшения, открытые за предыдущие прохождения, будут потеряны Но все предметы и информация на детективный Детективная схема, нифига себе, Шерлок Холмс, китайский, нормас А также открытые навсегда навыки сохраняться, зашибись Че мы еще с тобой не читали? Мы себе читали? Вроде нет Галерея, новое здание высокого класса, строительство которого финансировалось из частных источников Зашибись, это кто такая? Куроки, художница, ага Прошлые Куроки сложно расследовать, несомненно, она японка Если верить слухам, тесно связана с преступным миром этой страны Должна быть какая-то серьезная причина, вынудила ее бежать в Китай Теперь она руководит художественной галереей Она трудится в ее стенах, днями напролет, готовясь к своей самой амбициозной выставке Прикинь, они все реально играют под каким-то прикрытием Один, короче, руководит медицинской клиникой, другая работает в музее Это вообще, блин, Ген Дир Прикол Бизнес, значит, это вот Таба Беховская, если вот там и работает, Ген Дир Самое высокое здание в городе расположено в ненавно построенном районе Офис Дзиньфен находится на последнем этаже здания Зашибись А у нас тут будет открытый мир или все такое? Скорее всего нет, потому что, типа, по уровням же будем проходить Так, вроде все Вроде ничего не забыл А, еще вот это, вот это последнее Печально известный в городе ночной клуб Его владелец близкий друг Шона Помню, как отец Шона жаловался на его посещаемость в школе Похоже, что его клиентура ничуть не лучше Короче, кто у нас по главным персонажам? Шон Ген Дир Художница Ну, очевидно, мы И вот этот вот хрен Янь Лидер Который, по сути, завалил отца нашего главного героя А, еще вот этот Ботаник Ботаник Вообще, кликуха нормальная Так, возраст, смотри, реально Слева наверху пишут Возраст 20 смертей 0 Даже 0 счетчик обновился Спасибо Так, и я так понимаю Отсюда можно выйти, да? Да 15.35 Время заканчивать серию Скорее всего Потому что есть ощущение Что если я нажму на А Он просто сиганет в окно И куда-то пойдет Давай еще изучим Просто, чтобы уже не возвращаться к этому всему Тут мы только что были И по сути, наверное, все, да? Это наш такой офис О, здесь можно, кстати, потренироваться Нет, я не хотел Завершить обучение Да, я не хочу Мы же только что с тобой тренировались Какое обучение? Так, здесь у нас что? И сейчас такой внутренний дворик В китайском стиле Здесь растет Сакура Будет очень символично Если она будет по мере прохождения Как-то расцветать Дерево навыков А, ни хрена себя Они как обыграли Блин, прикольно Причем, смотри, навыки Не как в обычных, там, ММО-стратегиях И так далее Которые есть, знаешь, типа На разные ветви Типа, сила, ловкость Там, магия И так далее Прочая вот эта хрень Здесь они просто идут Одна за другой И мы их можем, я так понимаю Открывать Круговой взмах, концентрация Мощная потечка, концентрация Но есть ощущение Что в конце мы просто будем, знаешь На одну кнопку А Вот так вот нажимать И просто 500 врагов Там тарахотовая армия Будет просто растворяться От нашего скилла Так, окей Блин, игрушка мне очень нравится Серьезно, прям реально Кайф Графика кайф Игрушка новая На ультрах идет На моей GTX 1060 Стрикс Просто лучшая видюха Поэтому Обязательно будем все это дело проходить Я надеюсь, что тебе так же, как и мне Это все дело заходит И лучший твой фидбэк Это будет Какой-нибудь комментарий Относительно данной игрушки И, конечно же, лайк Чтобы помочь Продвижению этого ролика Если вам понравилось это видео Можете поставить ему палец вверх Также не забывайте подписываться на канал Нажимать на колокольчик И включать все уведомления Чтобы быть в курсе выхода новых видосов И также подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм Там также выходят новости о канале Ну а с вами был ваш Дакстер Всем хорошего настроения Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok